Новую дорогу накануне открыли и в Нижневартовске. Она ведет к строящемуся лицею имени Пушкина. Это крупнейшее образовательное учреждение города. В нем будут учиться почти 2000 юных вартовчан. Школа нуждается в безопасном подъезде. Мечтали о нем и жители ближайших новостроек. В открытии этой дороги дистанционно участвовала губернатор Югры Наталья Комарова. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в новой части города несколько проектов уже завершили, а к некоторым только приступают. Чем порадуют вартовчан? Проектировщики и строители расскажет Елена Составова. На самокатах и велосипедах с ветерком по новому асфальту. В числе первых дорожное полотно по улице Романтиков на кочке и неровности проверили водители спортивного транспорта. Строительство участка завершили на три недели раньше срока. Успели к празднику Дню работников дорожного хозяйства. Результаты дистанционно оценила губернатор Югры Наталья Комарова. Выглядит все, но по крайней мере мы видим красивую картинку. Полагаю, что так и есть на самом деле. Но у нас там есть эксперт. Александр Сергеевич не даст соврать никому. Теперь на улице Романтиков есть все необходимое. Уличное освещение, дождевая канализация, пешеходный переход и светофор в районе строящейся школы. Также проектировщики позаботились о парковках. Участок дороги небольшой, всего в полкилометра. Но он существенно разгрузит соседнюю Ханты-Мансийскую улицу. На нее легла основная нагрузка в последние годы, когда новая часть города начала разрастаться. Там, где можно, мы везде сделали парковки. Вот нет ни одного участка. Все это связано с требованием безопасности, вот эти радиусы поворота и так далее. Сколько там? Ну, там были 100 парковок. Открыли в Нижневартовске еще один участок между улицами Салманово и Тимошково. А вот к строительству дороги по улице Московкина только приступают. Стоимость объекта 172 миллиона рублей. Контракт жизненного цикла включает в себя не только строительство, но и содержание полотна подрядчикам до 2030 года. Сейчас подряд на организацию у нас будет проведены ряд установочных совещаний, на которых будет разработан календарный график выполнения работы. И как можно ранее подрядчик будет, чтобы приступил к подготовительным работам. Организована схема, согласована схема именно организации движения, чтобы не создавать там дискомфорта жителям. Напомню, заняться данным участком губернатор Югры Наталья Комарова поручила администрации города во время встречи с жителями новостроек. Вартовчане сетовали на качество временного проезда. Теперь построить здесь дорогу подрядчики обещают за два года. Уже разработали проектную документацию. По плану на улице должно появиться не только качественное дорожное полотно, но и удобные тротуары, велодорожки и светодиодное освещение. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадиокомпания Югра, Нижневартовск.